Книга «Открытым оком», 14-й том, тема «Крещение», вопрос 2897. Насколько важно крещаемому иметь наставника? Какова ответственность наставника после крещения? Отличие от московской патриархии. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если всегда и везде нужен наставник на производстве, учителя, священники, старослужащие, аввы, то более всего нужен таковой для младенца, для начинающего познавать этот мир. Перенесем все сказанное на духовную сторону к заботе о душе. В книге «К истинному православию» в главе «Отцы и дети» подробнейший отвечен сей вопрос. И горе тому, кто не слушает наставляющего на путь истины. Притчи, 5 глава, 12-13 стихи. «И я не слушал голоса учителей моих, не преклонял ухо моего к наставникам моим. Сегодня особенно нужны наставники и для страны, ибо в школе учат неверующие учителя, которые портят души, готовят паклю под котел. Исайя, 55-4. «Вот я дал его свидетелям для народов, вождем и наставникам народам». Сектанты узко смотрят на слышанное из Евангелия и, прочитав из лечения Христа, совершенно не признают слова «наставник». «Смысл слов Христа в том, чтобы мы подражали ему истинному наставнику, были проводниками его смысла». Матфея, 23-10. «И называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос». А что должны быть наставники, о том апостол Павел неоднократно говорит, не отрицая института столь важных лиц. 1 Коринфянам 4, 15. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествование». Истинные наставники во всем проверяют свою деятельность по Библии, и без них новокрещаемому почти невозможно не заблудиться в море бушующем. 1 Коринфянам 5, 15. «И для вас не полезно». Евреям 13, 24. «Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Повторяю, что в духовном плане зарубежная церковь от патриархии не отличается ни на йоту. Слово Божие также забыто и заброшено». «Меняют взгляды многие легко, отнюдь не в муках мучаясь глубоких, а потому, что горе налегло, и что любили вы и холобоком. У многих, очень многих есть привычка выныривать на гребни сиюминутной моды, чему-то призывать и крикнуть очень зычно, и через море звать, не зная вовсе броду. Голосовали за советов власть и драли за свободу неизвестно с кем, кому-то яму рыли, но пришлось упасть, и горько в яме каяться за тем. Детей лелеяли, не признавая порку, и заступили за надменных внуков. Пришлось слезой мочить под старость корпус от пьяных отпысков, скрываяся с испугу. И раскаяние опять же не о том, что Бога отвергали и забыли, и потому рыдание и стон, и потому беснуются в бессилии. Отец, побитый в ярости, дрожит. «Стрелять вас мало, иродово племя, и для чего теперь нам стоит жить? Я каюсь, что свернул когда-то влево, не годом раньше над страною в сполох. Свободе ошалело и рушится держава, опять по княжествам и жрет кровожадный молох. На дне ущелья нищета зажала. За отступление от Бога и расстрел царя, за грабежи распутства загула кровавый. Раскаивайся, душенька, что жизнь прожита зря. О Господи, дай сил нам повернуть направо, открытым оком, исцеленным Богом, рассматривай прошлое, чтобы верный путь познать. А путь тот в Библии, открыт нам иеговой, и черноту души заменит белизна». 19 декабря 2005 года Игнатий Лапкин